Всем привет, меня зовут Наталья, и да, мы очень давно с вами не виделись, и наверняка сами понимаете, по каким причинам я так надолго пропала с канала. Первую неделю, естественно, был шок, руки тряслись, было страшно, бесконечное обновление новостных лент привело только к упадку сил. Потом мы с мужем начали волонтерить, я занималась тем, что я консультировала людей, беженцев, которые находились в Польше, о том, как безопасно добраться до Финляндии, что их здесь ждет, что финны, какой регламент приема беженцев они подготовили, как здесь происходит расселение и так далее. Если среди моих подписчиков есть украинцы, которые нуждаются в этой информации, то, пожалуйста, напишите мне об этом. Если у вас соберется хотя бы несколько человек, то я постараюсь достаточно быстро снять вам об этом ролик и рассказать все, что я знаю. Но поскольку я не госслужащий, а добровольный волонтер, естественно, у меня не вся информация, но все-таки что-то полезное рассказать я вам смогу. Далее. Наверное, не стоит объяснять, что я против войны, что я в шоке от того, что вообще это произошло, что я против путинского режима, что я не в восторге от русского военного патриотизма. Я не считаю, что если человек против государственных каких-то действий, в особенности военных, что это значит, что он предатель, мудак и так далее и тому подобное. У меня есть много, что сказать на эту тему. У меня есть ответы на вопросы, где я была 8 лет, почему я не переживала из-за других войн и о том, как здесь, в кавычках, в Европе ущемляют русских. Потому что про эту вакханалию, наверное, стоит рассказать, что она раздута из-за ничего. За весь месяц я живу также своей жизнью, а также спокойно разговариваю на русском на улицах, в ресторанах, с клиентами по работе. Нет проблем ни у моего мужа, ни у меня, ни у моих друзей. Но есть где-то отдельно чокнутые персонажи, которые состояние жертвы найдут где угодно. Если вы об этом хотите послушать, о том, какие продукты пропали с прилавков в Финляндии, о том, как здесь теперь все плохо и мы катимся в пропасть, да, как рассказывают российские пропагандисты. Если вы хотите узнать мою точку зрения об этом и о чем угодно, о другом близлежащем, то пишите в комментариях, потому что, честно, я не знаю, уместно это на моем канале, неуместно. Естественно, я хочу как-то помочь в этой, казалось бы, на первый взгляд, безнадежной ситуации. Руки совсем упускать не хочется, нужно дальше жить, действовать. Хотя я полностью разуверилась в людях, то есть я и так их не очень любила. А теперь крайне сомнительно и как-то отрешенно отношусь к некоторым экземплярам с буквой Z на лбу. Первоначально канал был создан, чтобы помогать людям бороться с цифровой зависимостью. Это продолжит быть основной темой моего канала. Единственное, что я сюда, скорее всего, добавлю, вопрос пропаганды. Потому что я, конечно, знала, что она очень хорошо работает, но я не подозревала, насколько хорошо и насколько смертоносной, сильной машина пропаганды может быть. Я уже накупила литературу на эту тему, буду изучать и всё изученное вам рассказывать, что вы думаете на этот счёт. Пишите о том, что вы бы хотели от меня услышать. Тем очень много, я, может быть, сделаю опрос у себя на канале. Или же пишите просто в комментариях. Мне нужно как-то сориентироваться в соответствии с вашим мнением, что мне делать дальше. И важное объявление. Я хочу организовать, открыть собственное сообщество по интересам цифровых минималистов. Пока я назову это так, потому что ничего лучше мне на ум не приходит. Откликнитесь, люди, которые хотят на регулярной основе созваниваться, например, в Zoom и обсуждать темы именно цифрового минимализма, влияния социальных сетей на человека. Для начала в абсолютно свободном формате. Я знаю, что у меня есть зрители, которые очень заинтересованы в этой теме. Если вы хотите простого душевного разговора, вот если на соберётся человек пять, то будет прекрасно. Потому что нам сейчас всем, всем в том числе и мне, нужна поддержка. Нужно как-то найти общность в этом мире, а не вот эту чудовищную разрозненность, которая сейчас происходит. Но я не буду строить из себя супертолерантного человека и всех ватников, зетовцев и прочую нечисть. Я прошу мой канал покинуть и даже не пытаться мне что-то писать, потому что вы уже ни раз, ни единожды заявляли, что вы любите твёрдую руку, такую, как у Вовы Путина. Ну и получайте. Все, кто будет писать мне эту хрень у меня в комментариях, летят в блог и лишаются контента с моего канала. Да, вот вам жёсткая рука. Вы ж любите тоталитаризм, получайте. Ну а всем другим адекватным людям добро пожаловать на мой канал. Будем продолжать учиться жить в мире цифровых медиа, социальных сетей и всего вот этого и тому подобного. Спасибо, что посмотрели и до скорых встреч. Пока.